Качество его определяется только одним способом. Кстати, это с моего домашнего ухода. У меня есть определенный лайфхак. Скажу вам честно, это возможно. Который очень хорошо восстанавливает поврежденную кожу и также очень хорошо восстанавливает сосуды. Рекомендую наносить его сначала на руку. У меня кожа жирная, 35+, склонная к пигментации, чувствительная, обезвоженная очень часто. Более длительная я не рекомендую, потому что мы можем получить обратный эффект. Здравствуйте, с вами Елена Румынская, специально для канала Pro Beauty KZ. Благодарю за проявленный интерес к предыдущему сюжету. За ваши комментарии. Сегодня мы подготовили для вас информацию, как восстановить кожу после интенсивного загара и как ее быстро реабилитировать. Сегодня мы представим вам и покажем нанесение средств, которые вы можете приобрести как в аптеке, так и профессиональные косметические препараты. Итак, начинаем. В первую очередь рекомендую вам использовать бессульфатные умывающие средства для тела и для лица. В моем арсенале мой любимый гель для умывания – это Космара. И сегодня я буду вам показывать, как использовать все на зону лица. Достаточное количество средств наношу на зону рук. И аккуратно разношу на область лица. Также вокруг глаз. Обратите внимание, что бессульфатное средство, мягкое, деликатное, оно не пенится. То есть основная черта. И, естественно, если мы используем на нанесенный макияж, то я рекомендую в течение 1-2 минуты оставлять на кожу. Потому что мягкое средство должно поработать, его быстро смывать не рекомендуется. Иначе процесс умывания будет не закончен. Далее я использую специальные умывающие салфетки. В будни, если это не специальная процедура, я использую просто руки. Ежедневно салфетки не рекомендуются, так как они тоже могут нам повредить эпидермис. Вы можете использовать любое умывающее средство, которое доступно в вашем регионе, в ваших магазинах. Главное, выбирайте, чтобы оно было бессульфатным, мягким, деликатным. Так как кожа поврежденная, и она очень активно реагирует на агрессивные компоненты в умывающем средстве. После того, как я умываюсь, я использую одноразовые сухие салфеточки, чтобы промокнуть остатки воды. Далее, обязательным этапом я рекомендую использовать увлажняющие маски. Самый доступный это гель алоэ. При выборе я рекомендую обратить внимание на производителя, на сертификацию, потому что алоэ очень много на рынке. Качество его определяется только одним способом. Если вы, покупая, открываете баночку алоэ и не чувствуете ярко выраженного запаха спирта, значит, это алоэ пригоден к применению. Если вы ярко чувствуете запах спирта, значит, это некачественный продукт. Чем мы можем заменить алоэ? Я рекомендую увлажняющую маску с гиалуроновой кислотой от бренда On Maccabin. Наша клиника очень любит и регулярно использует в процедурах. Также есть отличная увлажняющая маска, удобный тюбик, отмечу. Да, я люблю очень использовать ее в домашнем уходе. Кстати, это из моего домашнего ухода. Здесь тоже очень хороший состав. Самое главное, чтобы маска была гидрогелевой. То есть там должно быть достаточное количество водных компонентов. Сейчас я вам покажу, как я буду наносить алоэ. Здесь важно наносить его толстым слоем. Тогда это будет уже маска. Наношу пальчиками. В тюбу я рекомендую все-таки пальчиками не погружаться. Использовать отдельные шпатели. Наношу толстеньким таким слоем на всю поверхность. Рекомендую зону и глаз, и губ. Для большей эффективности даже можно использовать пищевую пленку, чтобы алоэ не испарялся. Время экспозиции гелевых масок 10-15 минут. Более длительно я не рекомендую, потому что мы можем получить обратный эффект. 10-15 минут этого достаточно. Если у вас слишком поврежденная кожа, эритема, болевые ощущения, алоэ быстро проникнет в кожу, моментально. Поэтому в течение 10-15 минут рекомендую снова периодически наносить на поверхность кожи, не давая, скажем так, проникнуть и обезвожить кожу. То есть, если вы нанесете тонким слоем, это уже будет сыворотка. Ваша задача, чтобы алоэ, либо любая другая увлажняющая маска, она была все-таки маской. Вы прям чувствовали достаточное количество препарата на лице. Время экспозиции закончилось. Масочка хорошо впиталась. Я рекомендую некоторые маски смывать, если у них в аннотации написано «смыть». Алоэ вы можете оставить, впитать остатки, если вам комфортно и дальнейшим этапом наносить уже следующую маску. Вторым этапом я рекомендую использовать питательные, регенерирующие, восстанавливающие маски. В любой аптеке вы можете найти, приобрести пантенол именно спрей. Он будет отличной альтернативой такой маске. Главное, чтобы он был в виде спрея. Благодаря такому составу он не забивает поры и очень хорошо переносится кожей. Рекомендую наносить его сначала на руку. Вот так выглядит он. В дальнейшем мы разносим на лицо. Лицо, шею. Также зоны повреждения солнцем. Это обычно плечи, это у нас обычно спина, колени. Да, и, конечно же, зона лица повреждена. На зону лица я сейчас вам нанесу и покажу маски, которые рекомендую из ассортимента косметологов, которая является аналогом пантенола аптечного. Это профессиональная маска CPR от бренда Onmacabim. Содержит растительные триглицериды и экстракты растений, которые очень хорошо восстанавливают поврежденную кожу и также очень хорошо восстанавливают сосуды. Именно та эритема, которую вы наблюдаете, это сосудистая реакция и те ощущения болевые, которые вы испытываете после активного солнца, это тоже сосудистая реакция. Поэтому мы отлично поможем нашим сосудам успокоиться и чувствовать себя комфортно. Тоже наносим довольно-таки тонким, но в то же время плотным слоем. Профессиональные маски не обязательно носить в большом количестве. Время экспозиции подошло к концу. Маска у всех по-разному впитывается. Самое главное выдерживать ее время не более 15 минут. Далее мы смываем обязательно. Питательные маски все смываются. После того, как мы убрали остатки масок, я рекомендую использовать вечерний уход, если мы не планируем выходить снова на солнце, питательно-регенерирующий крем. Если мы в дальнейшем будем посещать улицу, посещать бассейн, пляж, либо идем на обед, конечно же я рекомендую использовать солнцезащитный крем. Выбором солнцезащитного крема у меня, конечно же, в летний период для моей семьи и меня для тела, для лица это вот такой большой объем бренда Аркадия. Это пленер. У него заявлено SPF 30, это максимальный SPF, который достаточно в летний период. Если мы хотим еще дополнительно иметь красивый цвет лица, но не используем тональные средства в пляжный период, я рекомендую от бренда Dermasutic крем Dermadefence. Он с легким тональным эффектом. Я его тоже очень часто использую. Также я рекомендую обладательницам жирной кожи крем с SPF на основе цинка Sunsutic от бренда Dermasutic. Также мне нравится и нашим пациентам полюбился бренд Angiofar. Вот. Тоже очень хороший солнцезащитный крем с элементом SPF 30. Я продемонстрирую нанесение крема. Всегда разношу на подушечки пальцев. Мне так удобно. Я не ношу локально. Мне так удобно. Сразу же большой объем крема разносится на кожу. Рекомендуется использовать все-таки объем чайной ложки на зону лица. Тогда вот вы уж точно получите достаточную защиту. Неважно, SPF 30, 50, либо что. Главное – это объем. Конечно же, многие возмущаются, негодуют, удивляются, как можно в таком количестве нанести на лицо. У меня есть определенный лайфхак. Скажу вам честно, это возможно. Если, во-первых, крем у нас не содержит достаточно, а большое количество цинка, то есть имеет химическую, не только физическую, но и химическую защиту, он легкий по текстуре. Допустим, это пленер. Я наношу его через 2-3 минуты после того, как первая доза впиталась, я повторно наношу еще-еще, пока достаточное количество не будет впитано. То есть бывает, что я на отдыхе 3-4 подхода делаю к зеркалу, прежде чем выйти на солнце, потому что моя кожа жирная, 35+, склонная к пигментации, чувствительная, обезвоженная очень часто. И такая кожа требует все-таки качественной защиты и качественного ухода. Те этапы ухода, которые я сегодня вам рассказала, я рекомендую, если вы находитесь в отпуске, использовать каждый вечер. То есть вам понадобится, и вы можете всегда приобрести. И рекомендую обязательно брать с собой в чемодан маленький баллончик пантенола и баночку алоэ. Также данные 3 средства я рекомендую использовать как дополнение к вашему обычному домашнему уходу 1, 2, 3 раза в неделю по желанию для восстановления, увлажнения и питания. С вами была я, Елена Румынская. Подписывайтесь на канал про BeautyKZ, ставьте колокольчики, пишите комментарии. Буду рада быть полезной. Свои рекомендации оставляйте на следующий сюжет, и мы обязательно снимем видео, подготовим и будем максимально открыты для вас. Всем хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok